Здравствуйте, мои дорогие студенты! Сегодня я вам расскажу о технике линия в комбинации с лесенкой. В первую очередь найдите оригинальный пробор у клиента, как клиент носит волосы в жизни, затем от макушки разделите пробором волосы до центра шеи, смотрите, чтобы у вас было сбалансировано обе стороны, чтобы обе стороны были одинаковой ширины, то есть пробор должен идти прямо по центру, затем разделите проборы слегка диагональные от центра до середины уха, толщина пряди должна быть достаточная, чтобы можно было видеть плотность на краевой линии и делаете срез точно параллельно вашим пробором. Сейчас видно на видео, как я это делаю. То есть параллельно пробору делается срез, голова должна быть наклонена вперед, голова наклоняется вперед по той причине, чтобы избежать градуировку на линии. Обратите внимание, как я поддерживаю прядь с помощью расчески и ножниц. это дает мне более плотное, более равномерное натяжение на пряди и возможность контролировать прядь лучше. Далее следующий этап это проверка баланса на первой пряди. Ваша первая прядь это ваша контрольная прядь, поэтому очень важно соблюдать баланс, чтобы обе стороны были одной длины, накладываете пальцы на одном уровне и спускайтесь медленно вниз, проверяя длину прядей. Обе стороны должны быть одинаковой длины. Когда ваш баланс проверен и он четкий, тогда вы продолжаете использовать вашу предыдущую прядь как контрольную. Разделения идут параллельно предыдущим. Обратите внимание, четко параллельно предыдущим идет следующий пробор и прочесываете прядь вниз и продолжаете простригать по контрольной. Обязательно контролируйте чистоту проборов и чистоту вашей работы. Ваша работа должна быть чистая и профессиональная. Разделения чистые. Прочесывайте прядь аккуратно вниз и, равняясь по контрольной, простригайте следующую прядь. Не забывайте использовать воду, чтобы пряди всегда были смочены равномерно. Помните, что если одна сторона пряди смочена больше, чем противоположная сторона, то более влажная сторона будет казаться длиннее, чем более сухая сторона. Поэтому используйте воду и постоянно смачивайте равномерно прядь. Это очень важно. На моем блоге, на моих уроках студенты мне часто задают вопрос, каким продуктом я пользуюсь при работе, чем я смачиваю волосы. Я отвечу на этот вопрос в этом видео. Волосы я смачиваю только водой, я работаю только с водой, когда я формирую базовую форму. То есть я не использую никакие продукты, так как они повлияют на мою работу в том смысле, что мне будет сложно создать равномерное натяжение на прядь. Когда используете продукты на волосах, тогда волосы становятся более скользкими и сложнее наложить равномерное натяжение на прядь. Поэтому я советую использовать обычную воду. Только помните, что вы должны равномерно смачивать пряди на протяжении всей вашей работы. не забывайте, все время держите рядом с собой распылитель с водой и смачивайте пряди, как только вы видите, что волосы подсыхают. Очень важно при смачивании волос держать распылитель примерно в 20 см от головы клиента, чтобы вода наносилась равномерно. Очень часто я видела такие ошибки, когда студенты подносят распылитель с водой очень близко к пряди и наносят воду точечно и потом расчесывают воду по пряде. Это довольно большая ошибка, потому что прядь не смачивается равномерно и тогда сложно видеть баланс на пряде. Поэтому помните 20 см от головы клиента и наносите воду равномерно на прядь. не забывайте о том, что ваш срез параллельно пробору. Пробор и срез идентичны одной формы. Не забывайте, что ваш пробор слегка наклонен и голова клиента наклонена вперед слегка, чтобы избежать градуировку на линии. Не забывайте фиксировать прядь с помощью расчески и ножниц. Тогда будет чище срез, точнее срез и каждую вторую прядь обязательно проверяйте ваш баланс, чтобы обе стороны были одной длины, это делать необходимо. После того, как вы достигнете верхушки уха, ваш пробор начнет изменять форму. Сейчас видно на видео, я показываю, как пробор у вас будет вращаться из одной точки и перейдет в вертикальный, то есть с горизонтального, слегка наклоненного пробора вы начинаете от верхушки уха разворачивать ваши проборы, как веер, с одной точки. Разворачиваете проборы, пока вы не дойдете до вертикальной формы пробора. Последний пробор будет от верхушки уха вертикальный. Такой пробор берется не случайно. Пробором от уха до уха мы разделяем волосы, растущие назад. То есть от макушки у нас волосы растут назад естественным образом. Все волосы, что идут перед ухом, они растут на сторону. И по этой причине мы их так и разделяем. От макушки волосы расчесываются все назад и простригаются по контрольной пряди. То есть очень важно не нарушать это классическое разделение на одну длину. Если нарушить разделение, то тогда в конце, когда волосы высохнут, мы обнаружим градуировку на линии. Чтобы сохранять линию чистой, нужно обязательно соблюдать это разделение по проборам. Это классическое разделение и оно позволяет простричь волосы в одну длину с наибольшей чистотой и профессионализмом, с наиболее чистой линией, без градуировки. Еще раз крупным планом обратите внимание, как фиксируется прядь с помощью расчески и ножниц. Не стригите волосы на весу или через пальцы. Если вы будете стричь пряди через пальцы, то вы уже автоматически образуете градуировку на линии. Чем меньше элевация на вашей пряди, тем чище техника линии. Фиксируйте волосы расческой и простригайте кончиками ножниц поступательными движениями и маленькими участками. Не торопитесь, контролируйте каждое движение, сбавьте скорость и тогда ваша работа будет намного чище и профессиональнее. И вы добьетесь лучшего результата. Теперь мы переходим на сторону. Обратите внимание на форму пробора. Я показываю сейчас на видео, как мы будем брать пробор через сторону. Пробор у нас будет треугольный, то есть слегка наклоненный вперед. И срезом мы будем отражать наш пробор. Мы будем соблюдать классическое правило, классическая геометрия. Пробор и срез параллельны друг другу. Толщина пряди берется достаточная, чтобы была видна плотность на срезе на краевой линии. Очень важно взять не очень толстую прядь и не очень тонкую. Достаточную прядь для того, чтобы видеть плотность на краевой линии. Прочешите аккуратно прядь верхнюю. зафиксируйте ее с помощью воды на верху, чтобы вам было удобно и аккуратно работать. Можете использовать маленький зажим. Сейчас очень важный момент. Обратите внимание, голова клиента должна быть наклонена от вас и подбородок должен быть параллельно полу. Сейчас вы видите, как я беру контрольную прядь за ухом, это будет наша контрольная прядь для длины через сторону. И по контрольной пряди держите пальцы параллельно вашему пробору и срезайте параллельно пробору. То есть срез и пробор четко параллельно друг другу. Еще раз повторю, очень важно наклонить голову клиента от вас. Причина, почему вы это делаете, это снизит градуировку на вашей линии. Если вы не наклоните голову клиента от вас, то вы автоматически начнете поднимать прядь. И это создаст градуировку на линии. То есть ваша линия не будет настолько чистой. Поэтому пользуйтесь этим правилом. отодвигайте голову клиента от вас, фиксируйте волосы с помощью расчески, чтобы было минимальное движение на пряди, когда вы делаете срез. И запомните, нету элевации на пряди. Прядь прочесывается вниз и срез делается параллельно пробору. Переходите на обратную сторону и повторяете технику в точности на обратной стороне. Берете идентичный пробор с точно таким же наклоном, как вы и брали на обратной стороне. Такую же плотность пряди. Прочесываете аккуратно волосы. Фиксируете наверху. И опять отодвигаете голову клиента от вас. Подбородок. Параллельно полу. Фиксируете прядь с помощью ножниц и расчески. Чисто прочесываете прядь. Расческа сверху. Ножницы сзади пряди. Фиксируете прядь. И четко параллельно пробору делаете срез. Ваши движения должны быть отточены до автоматизма. Никаких лишних движений. Это показывает ваш профессионализм. Обратите внимание, чем меньше движений в вашей работе, чем четче движения вы выполняете, чем чище вы берете проборы, тем профессиональнее выглядит ваша работа. Клиент это видит. Он видит вашу уверенность. Видит вашу точность в работе. И клиент всегда это оценит. И постепенно двигаемся пробор за пробором, пока не достигнем естественного пробора клиента. Обратите внимание, что от толщины волос, от густоты волос будет зависеть толщина проборов. То есть если волосы густые, то проборы будут у нас хуже. Если волосы жидкие, тоненькие, то проборы будут, соответственно, шире. И форма пробора не меняется до тех пор, пока вы не достигнете естественного пробора клиента. И последняя прядь расчесывается вниз к контрольной пряди. Снова обращайте внимание на подбородок клиента. Подбородок должен быть параллельно полу. Сейчас на видео вы видите, как мы дошли с проборами до естественного пробора. И последняя прядь по контрольной. Голову клиента от себя, подбородок параллельно полу. И срезаем по контрольной. Таким образом мы достигаем треугольную форму на срезе. И приступаем к технике лесенка. Разделяем волосы от уха до уха. Берем центральную прядь от макушки до центра шеи. И с помощью пивотальных проборов вращаем пряди с одной точки. Работая от центра до уха в одну сторону и от центра до уха в другую сторону. По центру затылка берется центральная прядь. Это будет ваша контрольная прядь для вашей лесенки. Прочесывается аккуратно и оттягивается напротив макушки. Прочесываем прядь. Ставим пальцы прямо напротив, параллельно макушке. И делаем прямой срез, квадратный срез. Срез начинается примерно от центра затылка, чтобы оставить достаточную плотность на краевой линии. Если вы начнете ваш срез на лесенке чуть ниже затылка, то краевая линия будет слегка размытая и тонкая. Что нежелательно. Поэтому обратите внимание сейчас на видео. Видно откуда начинается срез на лесенке. Где-то с середины затылка. Пряди оттягиваются назад к предыдущей. Следующая, вторая прядь будет тянуться к вашей центральной пряди. Третья прядь будет тянуться ко второй пряди. То есть направление пряди назад к предыдущей. Это направление пряди очень важно соблюдать. Такое направление пряди позволяет нам распределить вес на краевой линии равномерно. То есть плотность краевой линии будет равномерна как по центру, так и за ухом. Так как у нас рост волос идет слегка выше за ухом, поэтому пряди за ухом тянутся сильнее назад. То есть запомните назад к предыдущей пряди. Такое направление пряди на классической лесенке всегда соблюдается. Закончив одну сторону, переходим на следующую, на другую сторону. И точно так же, начиная от центра, прочесываем прядь и двигаемся к уху. Подтягиваем прядь, пальцы держим параллельно макушке и делаем прямой срез. От формы среза будет зависеть объем на форме. Если вы работаете с плотными густыми волосами, я советую вам делать прямой срез, квадратный срез, чтобы снизить плотность волос, чтобы убрать слегка объем. Если вы работаете с тонкими волосами, то лучше делать круглый срез, тогда вы прибавите объемы волосам и волосы будут казаться слегка гуще и объемнее. Контролируйте направление пряди. Оно должно быть одинаковое на обеих сторонах. Это самое сложное в этой технике. Обратите внимание, направление пряди абсолютно идентично на обеих сторонах. Назад к предыдущей пряди. Пряди разворачиваются из одной точки на макушке, как дольки апельсина. Начинаем с одной точки. Делаем разделение. Оттягиваем прядь назад к предыдущей. Контролируем натяжение пряди. Прядь должна быть прочесана чисто, натяжение должно быть равномерное. И в два захода делаем срез. Старайтесь не срезать прядь в один заход, тогда у вас не будет четкой геометрии среза. Очень важно прочесывать чисто прядь и срезать в два захода. Завершив лесенку на затылке, переходим на сторону. И сейчас видно форму проборов. Я вам показываю, как разделять проборы через сторону. То есть пробор должен быть слегка диагональным. Пряди будут оттягиваться назад за ухо к вашей контрольной пряди с затылка. То есть ваша последняя прядь за ухом на затылке будет контрольной прядью для волос на стороне. То есть каждая последующая прядь со стороны будет тянуться назад контрольной пряди за ухом на затылке. Такое направление прядей на стороне позволяет создать достаточный вес на краевой линии через сторону. Очень частая и популярная ошибка на технике лесенка, когда студент или стилист не оттягивает прядь достаточно назад и убирает вес краевой линии. И тогда краевая линия на стороне очень размытая и волосы кажутся тонкими и нездоровыми. Чтобы этого избежать, обязательно используйте направление пряди назад к вашей контрольной пряди за ухом. Тогда вес на краевой линии будет достаточным, линия краевая будет казаться увесистой, густой и вес будет распределен равномерно как сзади на краевой линии, так и через сторону. Обратите внимание, что обратная сторона простригается точно таким же методом. Разделения диагональные. Толщина разделения не больше, чем 2 см. Накладывается чистый пробор, чистое разделение. Волосы оттягиваются назад за ухо. Контрольная прядь за ухом. Последняя прядь затылка. Равномерно натягиваем прядь. Стоим перед клиентом. То есть обратную сторону, правую сторону мы простригали. Мы стояли за плечом клиента. Сейчас мы стоим перед клиентом и тянем пряди от себя. Левая сторона простригается. Мы стоим перед клиентом и тянем пряди от себя. Назад за ухо. Контрольные пряди. Элевация пряди точно такая же, как и на обратной стороне. Это просто необходимо запомнить, где вы держали пальцы. И делаем прямой срез. Прямой квадратный срез. И прядь за прядью. Все пряди тянутся к одной точке. И делается прямой квадратный срез. Завершив лесенку через стороны, мы переходим к краевой линии у лица. Здесь зависит от дизайна стрижки, как вы решите. Если вы хотите оформить линию у лица круглую, то тогда вы берете круглый пробор, как показано сейчас на видео. Расчесываете волосы по росту. Запомните, что когда вы простригаете линию, всегда работаем с волосами, расчесывая их по росту. Здесь нельзя перенаправлять пряди. Тогда вы образуете нежелательную градуировку на линии. Расчесывая волосы по росту, вы избежите нежелательной градуировки на линии. И прострежете чистую красивую линию. Не забывайте, что на протяжении всей стрижки вы работаете с естественным пробором клиента. Не забывайте, что естественный пробор клиента должен оставаться на том же месте. Ни в коем случае вы его не прочесываете, не нарушаете. Точно так же оформляется линия вокруг лица. Начиная от пробора делается круглый срез. Срез опять же отражает ваше разделение. Обратите внимание, срез точно идентичным разделению на проборе. То есть круглый срез, круглый пробор. И прядь за прядью, поступательными движениями срезаете. Аккуратно, чисто, кончиками ножниц. Следующий пробор параллельно предыдущему. Не толще, чем 2 см шириной. И опять прочесываете аккуратно вниз по росту. Начинаете от естественного пробора клиента. Натяжение на пряди равномерное, плотное равномерное натяжение. И поэтапно двигаетесь от пробора до уха. Ваша контрольная прядь будет прядь за ухом. И завершаете срез, достигнув вашей контрольной точки за ухом. И идентична следующая прядь. Такая же ширина. 2 см. Расчесываем волосы по росту. И продолжаем срез по контрольной. Обратите внимание, что мои пальцы повторяют точно, в точности форму пробора. То есть я держу пальцы параллельно пробору. Это очень важно. Если вы нарушите это правило, то вы исказите геометрию на линии. И создадите нежелательную грантуировку. То есть ваша линия не будет выглядеть чистой. Проборы берутся до тех пор, пока волосы дотягиваются до линии вокруг лица. Очень важно не зачёсывать волосы с затылка к лицу. Это нарушение техники. Обратите внимание, волосы расчесываются только по росту. И переходим на левую сторону. Абсолютно идентично простригается левая сторона. Накладывается пробор. Чётко такой же формы, как будет и срез. Прочёсываете пряди по росту. Проверяете баланс, чтобы обе стороны были на одном уровне. И начинаете простригать от пробора. И двигаетесь до вашей контрольной длины за ухом. Очень важно уделить особое внимание балансу в данный момент. Обратите внимание, проверьте баланс, чтобы обе пряди у вас были на одном уровне. Ваша широкая сторона будет технически чуть длиннее, чем узкая сторона. Это нужно учитывать. Так как клиент носит волосы от лица. Обратите внимание, что проверяется баланс, расчесывая слегка широкую сторону от лица. И когда баланс определён точно, завершается срез до точки за ухом. От пробора до точки за ухом и останавливаемся. И накладываем следующий пробор точно такой же формы, такой же геометрии, параллельно предыдущему. Фиксируем волосы с помощью воды. Здесь можно даже не использовать зажимы. Если вы используете достаточное количество воды, постоянно смачиваете пряди равномерно, то волосы не будут у вас падать на вашу рабочую поверхность. Волосы будут фиксироваться естественным образом просто с помощью воды. Продолжаем брать параллельные проборы. Работаем чисто. Прочёсываем волосы чисто. Накладываем равномерное натяжение на прядь. Пальцы держим чётко параллельно пробору. Всегда следите за этими важными моментами. Эти моменты позволят вам профессионально делать вашу работу и соблюдать чёткую правильную геометрию формы. И берём проборы до тех пор, пока волосы дотягиваются до краевой линии у лица. Примерно ваш последний пробор будет пробор за ухом. То есть волосы с затылка не тянутся к лицу, только волосы со стороны. И волосы расчесываются по росту, по естественному росту волос. Элевация минимальная. Минимальная элевация позволит создать красивую тяжёлую линию. Спасибо за ваше внимание. И надеюсь, за сегодняшний урок вы научились чему-то новому. И до встречи в новых уроках. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok